Так, ну что, закончился еще один маленький проект. Вы думаете, дядя Вова шлангует, наверно, ни хера ничего не делает зимой. Делаем, делаем, работаем, ребята, работаем, продвигаемся к цели. Фух, освободил плацдарм, продал я этот долбанный контейнер, задолбал он меня, всю кровь выпил. Набуксовались немножко, деревья сломали немножко, ну что ж поделаешь, искусство требует жертв. Погрузили с горем пополам, забуксовал он еще, я своим пикапом вытаскивал его, все, хай едет, хай уезжает. Не понравился мне этот, сильно ржавенький такой был, нужно искать другой. Сейчас приберемся немножко, почистим здесь. Фу, дай, не надо кушать это. Это антифриз какой-то. Ну вот такие вот дела. Засох, как Бобик, холодно сегодня еще. Обещают потепление, в конце недели будет тепло. Ну все, вперед к новым трудовым вершинам. До свидания, контейнер. Накосячил я с ним, накосячил, не боюсь признаться. Аукцион долбанный, нужно было вначале щупать, смотреть, потом покупать. Я купил не глядя и пролетел. Ну, ошибку исправил, деньги свои вернул. Нажиться не нажился, нервы потрепал. Ну зато приобрел опыт перевозки контейнеров по соскочеванским хайвеям. Пообежали работать. Ребята, где находимся, не поверите. Элеватор. Купил я элеватор. Продавался здесь недорого, я думаю, возьму, куплю. А что, в хозяйстве пригодится, правильно? Если там что, раз это, зернышки всякие там чистить. В поезда загрузил и отправляй куда хочешь. Шучу я. Знакомый у нас друг хороший. И он и своя, короче, шуряка, женку дёржит двоюродную. Знаете, какой говорит на русский язык? Существует он ещё? Опять шучу. Хороший знакомый. Наши дети учились в одном классе с пареньком. Владелец элеватора, брат отца этого паренька. Короче, его дядя. И вот на двухусловном дечении мы познакомились. Ну, не скорешились особо. Ну, я его попросил, если будет рассыпаться зерно, ты мне сообщи. И вот он позвонил, сказал, просыпали зерно. И вот мы с утюгами работаем. А смотрите, следы. Ну, были на лени. Шалом алейкум, ребята. Новый проект. Ой, блин. Вчера притащил со свалки газ баллоны. Наполнил вот это водой. Сейчас буду кромсать. Хочу маленькую печетку сделать. Ну, будем действовать. Так, ну, потихоньку делаем прогресс. Что-то даже неохота снимать, блин. Потому что в ютубе таких видосов, блин, ну, я не знаю. Как дерьма. Каждый, наверное, блин, это мальчик, у которого две разных руки. Левая и правая. Уже пытался с газовым баллоном что-то сделать. Ну, поэтому не хочется это как анализом заниматься тут. И рассказывать в 150-й раз, как это делается. Или как я решил это сделать, да. Ну, прорезал болгаркой. Отрезал эту херню. Зачистил немножко. Прорезал. Нарисовал квадратик. Одну сторону прорезал. И сейчас, пока остальное не прорезал, хочу приварить навес. А потом уже, когда все будет смертельно зафиксировано здесь, дорежу остальное. А там видно будет. Правда? Ну, вот так вот как-то. Шестое марта. На улице почти весна. Плюсовая температура сегодня была. Ну, и снег шел вовсю. Снегу подсыпал опять свежего. Ну, и с крыш каплет. А где-то шел дождь. Так, а у нас поле боя опустело. Полчаса бегал, убирал все инструменты. И закончил я, наконец-то, этот проект. Уродище это маленькое. Тяплят, я так, знаете. Ну, как я все на свете делаю. Тяплят, так и это. Навесик приварил. Здесь я что-то не стал закрывать. Думаю, пусть поддув будет, да. Так, здесь такие просто две железки нашел. Одну набортик сюда. Здесь прорезал. Ну, что-то островатое так немножко. Ножка надо обшить. Так, а здесь я такую фирнюшку приварил, чтобы дверка туда не залетала. Чтобы она не заходила туда далеко. Ну, такой порт так, типа. Ну, вот так вот как-то, блин, от кровати от старой там или от чего. Не знаю, железка у меня была. Вот я две ножки отрезал. Прошел на трех ножках поставить. Сзади вот такую вот железку. Больше не было таких красивых. Ну, вот пойдет. И чуть-чуть наклон назад, чтобы, не дай бог, вперед не упало. А потом, когда все закончилось, вспомнил, длинный еще для дыма надо что-то, да. И быстро взял эту железку, приложил, вырезал. И так, позорно, ты так обвалил точечный, так, с кваркой. Дырки остались. Ну, короче, я решил, пусть коптит отсюда, да, пусть. Да. Мне это без разницы, да, сверху трубу так одел. Ну, вот такой вот офигенный проект получился. Сзади я ничего не делал, не трубок. Теперь надо прокалить ее раз-два, чтобы краска обгорела. Ну, а теперь, уважаемые знатоки, вопрос к вам. Зачем вот три знаменитых русских богатыря? Автоген, ага. Сварной батыр и резак джигит. Занимались херней и полдня вот это одаробло варили. Короче, нужно угадать, зачем эта штука нам нужна. Что он будет делать? И какой-то вот даже вот этот маленький подсказка, как будто уже даже один раз упоминался в процессе описания вот этого чуда-юда. Вот так вот открывается, короче. Ой, там еще железка осталась круглой. Надо вытащить. Хотел еще что-то сделать. Решеточку-нибудь. Там можно кинуть для дровишек, а можно не кидать. Буржуйка такая будет. Накидал дровишки туда, щепки всякие. Раз запалил. И все, и пусть она сандалит. Щели здесь такие остались везде. Это хорошо. Тяга будет, правда? Ну, здесь сверху трубу любую можно надеть. Ну, давайте, говорите, блин, зачем вот эта штука нужна. Зачем мы полдня помирали и варили такую штуку. И три вот таких диска для резки металла круглых испортили. Это макривая, что ли, или так кажется? Пофигу. Итак, зачем нужен нам этот чудо-агрегат? Ну, не кинь за дзажа, чтобы в космос летать, правда? Для чего-то другого. А для чего пока не ясно, блин.